МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дежурный репортер. С вами Антон Рассказов. В ближайшие 20 минут я и коллеги-корреспонденты Народного ТВ расскажем о самом важном, что произошло в Кироскопотинском районе за минув 6-7 дней, чтобы были в курсе. Семь лет жильцы дома Кирова, 38, в микрорайоне Кукис Вумчур терпят канализационные потопы. Ливневку никто не чинит. В итоге двор загажен, а в подвале уровень воды 20 сантиметров. Жильцы не могут найти, кто виноват. Моя коллега Ирина Кузьмина отправилась искать правду, завхатив с собой резиновые сапоги. Молодая мама пробирается с коляской. Ей неудобно, на пути большая лужа. Это канализационный водоем. Результат проблем на ливневке. Колодец находится рядом с бытовой канализацией. От разливов зловонный запах. Это же фекалии все вот этим дышим. Дети гуляют, дети вот по воде вот этой ходят. Это же вся грязь на сердце, и квартиры, и везде в тюрьме. Жильцы дома каждую весну и лето, почти 7 лет, терпят коммунальное бедствие. Ливневую канализацию никто не чинит. А сейчас ее стоки. Полноводной рекой топят двор и дом. Река во дворе на Кирово 38. Это еще полбеды. В подвале настоящее озеро. Вода почти по колено и чуть не затекает мне в сапоги. Две недели уже затопленный подвал. Как бы никаких телодвижений по решению этого вопроса не происходит. Управляющая на водоканал ссылается. Водоканал ссылается. Это управляющая. В общем, концы не найти. Также приезжают, смотрят и уезжают. Затопленный подвал – серьезная проблема, которая ставит под вопрос подготовку дома к отопительному сезону. И это забота управляющей компанией водоканала и города. Данный вопрос на контроле у руководства города. Задача на решение этого вопроса тот же Апатит и водоканал. Поэтому я думаю, что в ближайшее время данный вопрос должен решиться. В Апатитах недостроенный хирургический корпус становится практически неприступной крепостью. На этой неделе у здания начали работать две строительные фирмы, которые за муниципальные деньги замуровывают кирпичами окна до четвертого этажа. На пятом закроют только в тех местах, которые рядом с металлическим переходом полностью неприступным. Здание станет примерно за два-два с половиной месяца, и все это время его будут инспектировать. Дмитрий Сергеев бывал на строительной площадке и готов рассказать подробнее. Совсем скоро половина этого недостроя погрузится в полный мрак. Один подрядчик завершает закладку кирпичом первого этажа, второй подрядчик приступает к работам на этажах выше. Правда, темнота – это не сама цель. Цель – сделать этот корпус неприступным, а значит безопасным. Окна будут заложены полностью до четвертого этажа и на пятом частично, в тех местах, где от них недалеко металлический переход, который пока не снесен. Будут забориваться шпуры, будет вставляться арматура для поддержки, и будет ложиться кирпич. Все, по-научному все. Вот тут вот я так вижу, что и вы говорили, обитатели вам уже привет оставили. Ну да, народ уже пишет всякие гадости. Еще и замок покрасили? Замок покрасили. Один замок повесили и ключ закрыли работников другой организации. Параллельно со строителями на недострое работают и сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы. Обходы они делают ежедневно, а то и по несколько раз в сутки. Если граждане звонят, говорят, что тут посторонние лица, в основном это несовершеннолетние или подростки, приезжаем тоже с полицией совместно. Полиция свою работу делает. Мы смотрим следы, через которые они проникли, проходы. Ну и, соответственно, их закладываем, заделываем листами, что-то подваривается, может быть. В мэрии настроены решительно. Дни открытых дверей и доступных окон в недострое повторяться не должны. А любители опасных прогулок должны быть наказаны. Поэтому спасатели будут инспектировать хирургический корпус, пока не завершатся строительные работы. Результат есть. За последние 10 дней ни одного, скажем так, разрушения решеток и металлических листов нет. Это радует. В том числе я, кстати, благодарен СМИ, которые очень эту тему обострили. Плюс заявление, которое было подано. Администрация города в полиции. К этому контроль будет. Ну и кирпичные работы подрядчик обещает закончить за 2-2,5 месяца. После чего тема этого недостроя, видимо, будет закрыта. Если, конечно, его все-таки не решатся снести. К официальной хронике. В четверг в Кировске состоялось заседание рабочей группы по общественному контролю за ходом реализации инвестиционного проекта Мурманской области создания туристко-рекордационного кластера «Хибина». В нем приняли участие два региональных министра. Участники посетили Кировскую развязку и несколько других объектов. В составе рабочей группы представители общественной палаты Мурманской области, региональные министры, специалисты администрации Кировска. Программа насыщенная. В ней осмотр объектов городского строительства и заседания. Главное – убедиться, что реализация инвестпроекта по созданию туристко-рекреационного кластера не затягивается. Общий объем средств на весь кластер – 500 миллионов рублей. Из них 84, как я уже сказала, федеральные средства, 73 миллиона – это областные средства. Все остальные средства – это средства частных инвестов. Сейчас мы готовим заявку на 2019 год для новой федеральной целевой программы «Туристку». Тогда войдет также проект туристического кластера «Хибины». Возможно, мы возьмем какой-то другой объект инфраструктуры, коммуникационный или социальный. И также мы планируем подать заявку на туристический кластер «Террибер» и на развитие грузового 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 груза. Проект создания кластера «Хибины» разработан региональным министерством экономического развития совместно с Кировской администрацией и включен в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы. В проект вошли пять инвестиционных. Три проекта из них уже реализованы. Построена скоростная гондольная канатная дорога, бассейн в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» и торговый центр. В стадии реализации гостиница и реконструкция автотранспортной развязки на въезде в Кировск. Общая стоимость проекта составляет порядка 150 миллионов рублей. Но все это нацелено на то, чтобы улучшить ситуацию с въездом в город Кировск с учетом его туристической привлекательности и ежегодным увеличением транспортного потока и потоков туристов. Взаимодействие с муниципалитетом, с подрядчиком полное, также с Минтрансом. В ежедневном режиме осуществляется контроль за выполнением работ и координация выполнения работ. Это очень важно, потому что бывают такие ситуации, когда из-за отсутствия координации выполнение работ затягивается. Здесь сроки выполнения достаточно сжатые. К концу сентября все работы должны быть выполнены, и город должен получить уже развязку в том виде, как она должна выглядеть. Рабочая группа оценила возможности уже реализованных инвестиционных проектов. Посетила городские стройки. Их вывод – подход города к решению имеющихся задач правильный. Самое главное – это общественная целесообразность и то, что это направлено на удовлетворение потребностей как общественных, так и экономических, если хотите. В первую очередь – это привлечение бюджетных, в том числе федеральных денег в Кировскую, Мурманскую область. Во-вторых, то, что подрядчики все и получатели конечных объектов – это мурманские лица и занятость населением. Потому что это рабочие места, это заработные платы, это разгрузка социальных проблем и так далее. Ну и самое главное, что это не на один день, как какой-нибудь фейерверк, а это на десятилетие. Чтобы Кировск превратился в настоящий туристический центр, сделано многое. Но работа еще не закончена. В фокусе – развитие инфраструктуры города. Буквально в ближайшие месяцы состоится конкурс на выбор подрядчиков строительства многофункционального ледового центра. Мы прорабатываем вопросы о модернизации кинотеатра «Большевик». Рассматриваем вопросы по строительству других развлекательных объектов на территории города. И все они вкупе как раз-таки и создадут условия для пребывания времени, для пребывания туристов. Ну и не только туристов, на самом деле, но и жителей города. Потому что это, я бы сказал, первое направление, из-за чего мы это все делаем. Визит в Кировск группы общественного контроля не последний. Она продолжит отслеживать реализацию крупных инвестиционных проектов и в дальнейшем. В Кировске на этой неделе с рабочим визитом побывал депутат Государственной думы Алексей Лященко. Он провел совещание в управлении АО «Апатит», побывал на Кировском руднике и в музейно-выставочном центре. О впечатлениях политика в следующем сюжете. Центральной темой совещания с генеральным директором АО «Апатит» Андреем Рашидовым стала проблема внезапных отключений электроэнергии на объектах предприятия. По данным специалистов «Апатита», количество отключений электрических сетей МРСК Северо-Запада растет каждый год. Только в июне 2017-го произошло два отключения. В целом за полугодие – 11. Это очень серьезный вопрос. Ведь при каждой неплановой остановке технологического оборудования АО «Апатит» приводит к потере продукции и ее невыработке по причине простоя. Мы договорились, что мой адрес будет направлен на обращение по этому вопросу. И я со своей стороны буду заниматься этим вопросом, постараюсь оказать содействие. Далее Алексей Лященко отправился на Кировский рудник, где посетил центральный операторский пункт. Получив представление о добыче руды в теории, Алексей Вадимович проходит инструктаж и спускается по главному стволу в новый дробильно-доставочный комплекс. Депутат признался, Кировский рудник произвел на него большое впечатление. На шахте я вообще в первый раз, поэтому сравнить мне тяжело. Но на производстве я был достаточно много, видел много различных производств. Могу сказать, что высочайшего уровня культура производства, это чувствуется во всем, и в технологическом оснащении, и в бытоустройстве, как в административных зданиях, так и в шахте. Все сделано действительно с душой, с любовью, ну и чувствуется крепкая рука. Далее депутат отправился в музей на выставочный центр «Аопатит», где познакомился с историей освоения хибинских месторождений. Теперь влог про благоустройство в наших городах. В Кировске стоянки у ЗАГСа больше не будет. Тротуар универмага заменят на плитку, как на центральной площади. И по сними адресам в городе обустроят монолитные лежачие полицейские. В Кировске начались большие работы по благоустройству. На стоянке возле ЗАГСа уже вовсю кипит работа. Дорожники режут асфальт, вычерчивая контуры будущей парковки. Она теперь будет закрыта для таксистов. Там, где сейчас работает строительная техника, будет обустроен островок. Со стороны перекрестка будет располагаться въезд на площадку, ближе к пешеходному переходу выезд. Они будут ограничены шлагбаумами. И теперь въезжать на площадку перед ЗАГСом смогут только свадебные кортежи. В скором времени начнутся работы возле универмага. Его тротуар впишется в концепцию оформления центральной площади. Мы будем украшать наш город, потому что, на мой взгляд, брусчатка смотрится более красиво, более уютно. Тем более мы ее бордюриваем таким же под цвет красным бордюрным камнем. Точно так же, как сделано у нас в прошлом году на центральной площади. То есть мы от центра пойдем тротуары украшать и переделывать их, ну, в рамках текущего ремонта, на тротуарную плитку. Ну и, конечно, дорожные ремонты. Титан, Кашево, Кукис-Вумчор, выезд из Кировска в сторону будущей развязки. Сейчас приказы заходят полностью по ремонту дорог. Этих объектов будет много. Поэтому, во-первых, благодарю за терпение, которое проявляют жители. Ну и еще прошу потерпеть, потому что чем больше мы их сделаем, а у нас очень много объектов в этом году, тем лучше нам будет жительный город. Хорошие дороги – это, конечно, очень хорошо, но они и провоцируют лихачей на уличные гонки. Этот момент в проектах тоже предусмотрен. Дорожники обустроят монолитные лежащие полицейские по семи адресам. Возле детских садов и школ. На этой же неделе в Кировке снова взялись за ремонт целы на въезде в город. Напомню, в прошлом году ремонт закончился полным провалом. Задача нового подрядчика – облагородить постамент, выложить его плиткой, покрыть металлические конструкции, колось и надпись, светоотражающей краской. Срок до 10 августа. Цена контракта – 650 тысяч рублей. С тем подрядчиком у нас расторгнут договор, так как работы фактически не выполнены, соответственно, они оплачены и не были. Поэтому в этом году это совершенно другая компания из «Апатит». Ну, в общем-то, тоже пока у нас вопросов к ним нет. Что касается «Апатитов», то в городе должны начаться работы при конструкции парка на улице Пушкина. Сквер напротив школы номер 10 после благоустройства. Преобразится. Там появятся персонажи из сказок писателя, красивое освещение, скамейки. И планируется установка памятника великому русскому поэту. И это место можно будет смело называть сквером Пушкина. Все работы в сквере можно разделить на два этапа. Освещение вдоль существующих дорожек установят 19 светильников торшерного типа и благоустройства. Будет сделана входная группа вот здесь при входе. Будут заасфальтированы здесь дорожки и заасфальтированы вот там дорожки. С той стороны. Помимо этого, с той стороны будут сделаны три кармана, так называемые места отдыха. Туда будут поставлены скамейки, урны. И впоследствии, это уже, конечно, перспективы не этого года, а с последующих годов, планируется сделать малоархитектурные формы, которые будут отражать специфику сказок Пушкина. И у нас в городе появится дополнительное место отдыха, которое, надеюсь, очень понравится горожанам. В итоге, со стороны улицы Пушкина сквер будет выглядеть так, а так со стороны Держинского. Зона отдыха станет доступна для маломобильных групп населения. Ремонт в сквере делают в рамках программы формирования современной городской среды. И горожане сами выбрали его путем голосования. Мы проводили опрос горожан, какие места они хотели бы, чтобы в городе были благоустроены. Парк набрал наибольшее количество мест. Жители, спасибо им огромное за участие, дали конкретные предложения, в том числе и связанные с освещением парка. И все пожелания были учтены. Ремонтные работы в сквере планируют закончить до 1 ноября. В аппетитах стартовала кампания по ремонту городских лестниц. Всего за летний период до конца сентября отремонтируют 10 лестниц. У дома номер 5, Нечаева 2, у дома 12 по улице Космонавтов, у дома 23 по проспекту Сидоренко, у Ферсмана 48, на перекрестке улиц Московская Космонавтов. Спуск остановки городской суты у дома Космонавтов 19 и 21. Реконструкция началась на перекрестке улиц Бредова и Космонавтов. Общая цена всех контрактов 650 тысяч рублей. Срок сдачи – раконец сентября. Из 10 лестниц 3 предстоит отремонтировать с полной заменой лестницы. То есть это будет заменено само основание бетонной лестницы, сами ступени. И будут установлены поручни. По остальным объектам будут заменены поручни и покрашены соответственно. Какую погоду обещают синоптики на ближайшие дни, расскажет Мария Маслич. Здравствуйте! А сейчас и погода на ближайшие дни. 30 июля в Апатитах ожидается дождь – плюс 14, плюс 16 градусов в течение суток. Ветер восточный – 6-7 метров в секунду. В понедельник также небольшой дождь – плюс 11, плюс 13. Ветер северный, северо-западный – до 7 метров в секунду. В Кировске в воскресенье дождь, воздух прогреется до 14 градусов выше нуля. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 31 июля в понедельник – до плюс 12, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северо-западный – до 11 метров в секунду. Внимание молодых родителей! 12 августа в Апатитах состоится традиционный забег в ползунках. Млышам от 6 месяцев до полутора лет предстоит нелегкая задача – преодолеть на скорость дистанцию в 10 метров. Подать заявки на участие в соревновании можно по телефону 66 846. Ну а чтобы поболеть за начинающих спортсменов, достаточно вооружиться фотокамерой и хорошим настроением. А это был прогноз погоды специально для программы «Дежурный репортер». Увидимся на следующей неделе. Это были основные события этой недели. Материалы корреспондентов Народного. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующую субботу. Субтитры подогнал «Симон»!